Друзья, приветствую всех. Сегодня с нами в эфире Кирилл Сазунов, специально для фабрики Новын. Будем говорить о событиях, которые происходят прямо сейчас. Кирилл, добрый день. Да, добрый, рад видеть. Тоже взаимно. Ну вот, как пелось в одной известной песне, на Тихорецкую карантец отправился. Ну то есть, в Тихорецком районе, в посёлке Каменный, там, я так понимаю, разбомбили склад с боеприпасами наши украинские дроны, и ещё одного склада нет. И, конечно же, вот ясно, что для нас очень важно было бы сейчас создавать такие условия, когда бы не прилетали БАДы в Харьков, как сегодня это случилось. Было бы очень важно иметь возможность стрелять по российским территориям дальнобойкой. Но пока мы не получаем это разрешение, и, как говорят аналитики, это разрешение, одна из частей плана победы Зеленского. А что бы вы могли рассказать, Кирилл, своими словами про этот план, и почему никак нельзя договориться о встрече с Байденом, о которой, вроде говоришь, она должна быть, но никак вот непонятно когда. Начнём с хорошего. Складов на самом деле два. Тихорецкий – это один, а второй в Тверской области. То есть ночью было два удара, достаточно мощных сделано. По встрече с Байденом, я, ну, не знаю, скорее всего, будет, но мы видим, что все, кто готовится принимать участие в серьёзных переговорах, то есть это Украина, Россия, Индия, Китай, Евросоюз, США, все ждут выборов в Соединённых Штатах, потому что с Байденом уже, ну, никто не видит смысла говорить. Это президент, который там 40% своего рабочего времени провёл в отпусках, осталось ему быть президентом пару месяцев, потом будет либо его всё-таки преемница, но всё равно другой человек – Камила Харрис, либо Трамп, который вообще непредсказуем. Поэтому с Байденом никто говорить не хочет, поэтому все серьёзные переговоры, я думаю, начнутся не раньше конца января-февраля. Что касается ударов дальнобойным оружием, мы видим, как это эффективно. Кабы, которые летят по Харькову, которые летят по Краматорску, Дружковке, Константиновке, которые равнялись с землёй Торецкой, сейчас Абьяр, которые прилетают в Сумы сюда тоже достаточно просто, ну, регулярно. Вот, и все эти вещи, и ракеты эти иранские новые, все эти вещи нужно уничтожать на земле. То есть сбить Каб невозможно, от 40 до 70 километров модернизованный летит, это летит болванка, которая не видит, не слышит рэп, попасть в неё в систему ПВО тоже практически нереально. Равно как запущенную ракету, нужно сбивать самолёты. Но самолёты их сбрасывают над территорией противника, не заходя в зону действия нашей ПВО. То есть нашим самолётам надо туда заходить, мы их будем терять. Так что всё это практично уничтожать. Самолёты на авиабазах, Кабы и ракеты на складах. Так проще, так логичнее, так эффективнее, там они мишени. И на самом деле военная доктрина США, военная доктрина Великобритании, военная доктрина Альянса, любая военная операция по их доктринам начинается с двух авиаударов мощных. Первый авиаудар выводит из строя систему ПВО, авиабазы противника и второй удар уже по чистому небу наносится по складам, по базам, по укреплениям. То, чего у нас не было год назад во время контрнаступа, начинали по земле, достаточно тяжело всё это, естественно, пошло. То, что мы пытаемся делать сейчас. Поэтому я говорю, что сколько нам рожали давать эти танки, я помню эту бесконечную эпопею с Шольцем в основном, потому что Германия отвечает НАТО за танки. Сколько было эпопея ПФ-16, уже снились они людям. И так сейчас с этим разрешением на удары дальнобойными ракетами, ракеты, как ни крути, имеют большой плюс, у неё совсем другой поражающий эффект, чем у дрона. Но, видимо, постепенно делаем свои. Если сначала летали дроны, была наша разработка избушная, морской малюк, достаточно эффективная, которая била и по Крымскому мосту, и по кораблям российским, и по объектам. Сейчас поляныция появилась достаточно мощная. То есть, Наташ, мы видим, что союзников у нас нет. Есть партнёры, у которых свои интересы. И которых, будем говорить прямо, ситуация, сложившаяся, в принципе, они к ней приспособились. Чего боятся все политики, все игроки серьёзные? Они не боятся каких-то сценариев. Все сценарии прописаны, предусмотрены. Они панически боятся хаоса, они боятся непредсказуемости. Когда ситуация вышла из-под контроля и может развиваться как угодно, вот это действительно порождает панику. А конфликт в Украине для них был именно конфликтом в Украине. Не войной, не какими-то там страшными событиями, которые могут их задеть. Это конфликт на территории Украины, который они контролируют. Они уже видят, что Россия не может захватить Украину полностью. Они видят, что этому можно противостоять. Украина сопротивляется. Контролировать действия Украины достаточно просто, сдерживая или увеличивая или уменьшая поставки оружия и ставя эти ограничения, которые они ставят. Всё, конфликт под контролем. Можно выжимать какие-то свои бонусы из этого. Кто-то на этом делает политику, кто-то ждёт ослабления России. Ведь гибнут украинцы, а на самом деле они тратят только деньги и запасы оружия, часто старого, со складов обновляя и загружая свою промышленность. Всё, война, оказывается, это достаточно вкусная, как еда. Всё для них, это отлично. Их всё устраивало в этом плане. Куск смешал, конечно, карты немножко. И наши вот эти удары смешивают удары по НПЗ. Тоже здорово стали напрягать, потому что там есть интересы крупных корпораций, не только российских, которые выступают спонсорами политиков. Поэтому, естественно, к чему мы приходим, к чему мы, к сожалению, не пришли 30 лет назад, 20, не пришли 10 лет назад, в 2014 году, а пришли только сейчас. Збройные силы Украины могут опираться только на украинский народ, на украинскую державу, на украинских волонтёров, на украинский бизнес. Это те, кто нас поддерживает однозначно, потому что мы их защищаем. Святые слова. Они могут рассчитывать только на нас. Просто очень обидно, понимаете, обидно то, что они же все как бы время от времени высказываются, не прямо об этом говорят, но с некоторым недоумением. Они считают, что президент Зеленский, значит, он очень многих раздражает, потому что даже злит некоторых, потому что он, дескать, избирает путь воевать с россиянами, а с ними надо договариваться. Непонятно только, о чём с ними договариваться. И, конечно же, мне, например, обидно, я не знаю, как вам, что сначала отказались от программы «Рендли», за которую Конгресс проголосовал. Теперь мы видим, что из, по-моему, 7 или 8 миллиардов только потрачено полтора, 6 ещё не потрачено. И скоро эти деньги сгорят, понимаете? Говорят, что будет на следующей неделе какой-то пакет, ну, посмотрим, какой и какие объёмы. И вот здесь, мне кажется, что вот эта помощь, которая могла оказываться, она всё-таки, знаете, корректируется в какую-то сторону такую... Ну, вот... Возникает мутное подозрение, что администрация Байдена не до конца хочет нашей победы. Есть такая позиция, я не полностью с ней согласен, но её тоже высказывают достаточно умные люди о том, что если бы был unlimited поставок всего и сразу, мы могли бы завершить войну своей победой в 2022 году. Поскольку по человеческому ресурсу мы тогда были гораздо круче, чем сейчас. Именно тогда у нас воевали в основном добровольцы, те, кто пошёл сами, мотивированные пацаны. Тогда было очень много людей, которые воевали с 2014 года и готовы лучше, и готовились. Кадровый ресурс был отличный. Нам бы тогда ещё оружия побольше. Потому что тогда и с артиллерией, и со всем, и с техникой, был полный швах. Но что мы можем сделать? Можем учиться на своих ошибках, чтобы поделать. Не научились на чужих, не смогли предсказать. Нужно максимально производить своё оружие. Свои дроны, свои ракеты, свою технику, свои снаряды. То, что сейчас делается. На это, конечно, нужны деньги, поэтому опять-таки упираемся развивать свою экономику. Снижать, я считаю, надо налоги, а не повышать сейчас. Минимум администрирования. Просто чтобы люди работали и зарабатывали. Люди, как показывает опыт, которые зарабатывают, их не надо обдирать как липку. Они донатят на армию и так, постоянно. И это никуда не денется после перемоги. Можно будет за счёт этих благотворительных фондов решать кучу социальных проблем. Дайте людям зарабатывать, дайте людям жить. Снизьте налоги, снизьте там тарифы на Укрзаливницу, снизьте, дайте возможность хотя бы бесперебойного энергопостачания любыми средствами. Пусть люди сами себя могут бизнес обеспечить. Дайте бизнесу работать, будут деньги, будет своя сброя, и мы не будем разрываться постоянно в просьбах к союзникам, к партнёрам вернее, и не будем постоянно от них так критично зависеть. К сожалению, опять-таки, это не делается моментально. Хорошо, что это делается, хотя бы частично. Ну, да, вот, знаете, смотрите, если вернуться к вопросу о дальнобое, ведь для нас это ещё очень важно, потому что это наши инфраструктуры. Да, мы с вами уже миллион раз говорили о том, как стараются наши энергетики, но вот все бизнесмены к рекам кричат, что если будут тарифы для промышленности повышены, то многие предприятия придётся закрыть, им будет просто крантец, вот если для бизнеса это будет сделано. Курица может нести яйца, может давать мясо, на мясо один раз. Всё. И как это можно, ну, то есть государство должно, как мне кажется, начать сотрудничать с бизнесом, потому что ничего другого. Конечно, потому что мы, это и раньше тоже надо было делать, это и раньше было актуально, но сейчас это критично. Не выживет государство, не может, как мы убедились, жить без армии, потому что государство нужно защищать, но армия не выживет без государства. Мы не можем воевать каменными топорами. Я ценю министра Кулебу, но с лопатками на танке ты не поплёшь на самом деле. То есть можно защищаться сапёрскими лопатками, отбиваться, но очень недолго. Очень недолго. И финиш предсказуем. Поэтому нам нужно сильное государство, сильная экономика. Как мы убедились, экономика в условиях закручивания гаек работает всё хуже и хуже. Люди уезжают в Польшу, люди уезжают в Чехию. И ведь, как показывает опыт, Чехия опубликовала потрясающие данные, которые, может, тех, кто не готов был, шокировали, но меня тоже всё равно удивили. И приятно, и неприятно. С одной стороны, я горжусь нашими людьми, с другой стороны, жалко, что они выехали, всё делают там. Чехия уже по социальным расходам и помощи украинским беженцам уже это полностью перекрыла за счёт тех налогов, которые платят работающие украинцы. Они уже в плюса. Добрые дела, добрые дела. Я думаю, в Польше даже масштабнее гораздо. Гораздо масштабнее, потому что больше. И все эти люди, их желательно сейчас, но хотя бы потом. Нужно вернуть просто из соображений выгоды. Они будут работать здесь. Значит, им здесь должно быть работать интереснее и выгоднее, чем в Чехии, в Польше, в Румынии, где угодно. Значит, у нас условия должны быть лучше. Смотрите, я вот читала аналитику по Германии, почему Шольц ездил договариваться. Ну, то есть, как бы один из вопросов – это вопрос мигрантов в Среднюю Азию, потому что Германии очень сейчас не хватает рабочих рук. А вот Польша стала её очень серьёзным конкурентом, потому что там прибыло очень много наших людей, они работают, они действительно все платят налоги. Вы сказали, что у нас большие проблемы, ну, гораздо больше, чем в начале войны с человеческим ресурсом, и это правда, третий год войны. Что сегодня происходит на фронте? И, знаете, иногда приходится считать, что, дескать, кто-то в тылу служит, а кто-то, так сказать, уже третий год. Что с ротацией, что с отдыхом? Ну и, так сказать, какие перспективы с мобилизацией? Очень важная тема, действительно, очень важная. Я не стратег, я не работаю в Генеральном штабе, мне сложно понять все эти вещи, но я действительно, я съездил в Киев, переночевал в Буча, вот вернулся сюда. Столько военных я вижу в Киеве, в Буча, там, по пути, вне воюющих регионах, что мы по этому поводу здесь между собой шутим, что есть очень жёсткий киевский котёл, судя по всему, львовский котёл, франковский котёл, а уж какой лютый закарпатский котёл. Зачем там столько военных, с кем они там собираются воевать, мне непонятно. Те, кто отошли на ротацию, на докомплектование, это понятно, это боевые бригады, они отошли, им надо перевести дух, восстановить здоровье и нервы, пополнить личный состав и новый личный состав потренировать, потому что учебки учебками, а боевые пацаны научат лучше тебя и выживать, и быть эффективным. Ну, такое количество военных, по-моему, никогда не было на фронте, либо приезжает сюда там на месяц раз в полгода, ну, это не очень правильно. На самом деле, Минобороны вчера, по-моему, заявил, я уже видел новость, только со ссылкой на ОМО, что 6,5 тысяч в месяц у нас есть через рекрутинг пополнения. Это люди, которые сами приняли решение пойти на контракт, как я, как мои побратимы, это очень здорово. Я бы делал ставку на них, я бы постарался выйти на ту ситуацию, когда мобилизация будет не нужна, когда никого не будут призывать, кто не хочет, когда люди будут идти. Это могут быть деньги, это могут быть соцпакет, это может быть перспектива потом льготный кредит на образование, как в США, что угодно. Это может быть, ну, у меня мотивация была не деньги, деньги в 22-м году вначале никто про них не думал, но мотивация закончить все-таки эту историю с войной и вернуться к мирной жизни. Мотивация может быть любой, поэтому я сейчас должен на днях приехать. Сашка депутат, нам с ним поговорю, может, с юристом поговорю, если у нас служат разные люди. Все-таки как-то через публичность, через депутатов, через, может, петицию президенту добиваться отпусков для военных две недели раз в три месяца в обязательном порядке, чтобы как-то заменяли тыловые, заменяли другие, те, кто есть. Потому что, ну, пацаны выгорают, пацаны устают. И с кем я говорю, из пацанов, как бы никто не жалуется, ну, из разных организмов, из разных бригад, тем более наша 41-я, нас вечно кидают в самые жесткие такие места. То есть вот это вот Купинск в свое время, потом сразу Часовьяр, Торецк, сейчас Сумы-Курск. Мы попадаем, я общаюсь с людьми из разных. Никто не жалуется на питание, ну, потому что кормят действительно хорошо, еды полно. Когда волонтеры обещают привезти вкусняшки, я говорю, я просто вас не выйду встречать, вы не знаете, куда ехать. Хватит. Еды полно, не надо. Это лишнее. По экипировке, по снаряге, как бы выдают достаточно неплохо, и достаточно неплохого качества выдают нам вещи все. Вот я хожу в Пикселе, меня он прекрасно устраивает. Но кто хочет, все давно себе попокупали форму, попокупали что-то из снаряги. Ну, мы военные такие модники. Единственное, да, дроны, дроны, что-то дает держава, что-то привозят волонтеры, что-то собираем, покупаем. Рэбы покупаем. Вот на рэбы постоянно, ну, не хватает денег. Рэбы дорогие, их надо покупать, они меняются. Вот такая ситуация. Вот все это так выглядит. И народ, поэтому жалобы, в принципе, на одно и то же. Народ устает. Ну, выражаясь близко, но цензурно, задалбывается. Народу надо отдыхать. Ему надо действительно раз в три месяца, хотя бы съездить домой на две недели. А люди, которые как бы ставят, ну, как я говорю, нереальные, но хорошие задачи, как, в принципе, и мои близкие говорят, что было бы здорово, если бы война шла сейчас, если она уже так затянулась, и люди устают вахтовым методом. Словно говоря, два месяца ты на позиции, два месяца поехал отдыхать. Тоже было бы справедливо. Ну, чтобы люди останавливались, да. Да. Но на самом деле еще американцы в Ираке вывели эту тактику, что месяц ты ведешь себя идеально. Где надо бежать, бежишь. Где надо ползти, ползешь. Где надо копать, копаешь. На любой шорох ты реагируешь, как будто на тебя идет противник. Так ты остаешься живой. Так ты остаешься эффективной. Через месяц ты просто устаешь и становишься невнимательной. Даже инстинкт самосохранения не работает в полную силу. И там, где надо, условно говоря, там, где надо ползти, ты пробежишь быстро. Авось не сработает. Там, где ты замаскировался недостаточно, ты подумаешь, ты хрен с ним, меня не видно. И ночью на шорох ты подумаешь, а это может быть даже просто ежик. И все это тебе стоит жизни. Вот. Поэтому американцы стараются через месяц своим давать отдых. Но хотя бы раз в три месяца отдых давать нужно. Я говорю, это такие условия, может быть, повышение какой-то зарплаты. Вот такие, такой отдых гарантированный. Это сделает службу легче, сделает службу нормальней. И поэтому у нас будет больше добровольцев. То есть человек будет понимать, как он идет, на какие условия. Потому что сейчас, как Паша Казарин правильно сказал, сейчас армия это ниппель. Взаимоотношения с обществом у нас, как с ниппелем. Ты можешь сюда зайти, одеть пиксель, но ты не можешь его снять потом. И неизвестно, когда снимешь. Разговоры про демобилизацию как-то затихли. Этот вопрос волнует только военных членов их семей. Те, кто об этом переживает, это 10% населения. То есть политикам это уже неинтересно. Их интересует большинство. Вот. Поэтому надо как-то менять условия. Надо заделать службу не такой напряжной, чтобы люди так не задалбывались. И тогда у нас будет больше добровольцев. И мы закроем вопрос с мобилизацией. Она, возможно, станет не нужна. Ну, это идеальный вариант. Но, по крайней мере, не будут искать всех, кого можно. Так и есть. Сегодня прошла информация о том, что министр обороны уволил замов Буданова. И якобы там без согласия, и якобы ходят слухи, что там... Ну, вы же знаете, периодически начинаются разговоры о том, что разные службы друг с другом конфликтуют и так далее. Ну, я у вас об этом не спрашиваю, но насколько... Ну, всегда же наша разведка считалась одной из самых крутых вообще, наверное, в мире. Ну, потому что во время войны она стала совершенно другой. Она подготовлена фантастически. И на счету разведки очень много спецопераций. Как вы считаете, ну, действительно ли эти слухи отвечают в действительности? Ну, уволили, ладно, но без согласия. Спецслужбы конкурируют всегда. Это нормально, это во всем мире, во всех странах, и в диктаторских режимах, и в демократических, и в наше время, и в 19 веке так было, это нормально. Я видел только новость про то, что уволили со ссылкой на источники, что без согласия. Если так, то, скорее всего, будут кадровые изменения, и, скорее всего, они пойдут на самый верх главного управления разведки. Я не знаю, к добру или к худу, не знаю, подоплеки, потому что оттуда слухи. Когда из разведки или спецслужбы просачиваются слухи, ты никогда не уверен, не сами ли они их генерируют, чтобы посмотреть на реакцию. Это их работа. Наши спецслужбы действительно работают, я, правда, больше отмечаю всегда СБУ, а не ГУР, потому что, ну, мы помним, как с 2014 года по 2019 у нас взрывались склады, убивали командиров и не находили. То есть СБУ занималась не тем, обелечиванием скорее. Сейчас в прямолюбке СБУ действительно работает за это время ни одного успешного теракта на территории Украины, ни одного успешного, успешной операции ликвидации кого-то из ключевых украинских персонажей, хотя попыток было много. Есть поджоги машин, но всех, всех находят. Ну, тем более, с поджогами машин потихонечку процесс пошел интересно. Пацаны, кто на ротации, кто в отпусках, начали ловить на живца и уже говорят, кое-кого поймали. Копает окоп и человек двое. Ну, это слухи опять-таки. Слухи, слухи, но слухи дыма без огня. Ну, это что, российские диверсии, насколько я понимаю, или не только? Ну, людей нанимают через телеграм, там, через соцсети предлагают какую-то сумму. Я думаю, что на самом деле наши спецслужбы прекрасно это знают и тоже выступают вербовщиками, сами ищут и ловят этих слабаков на приманку на живца. Это работает. Тоже разберёмся с этим постепенно. А как вы, коль мы уже заговорили про деятельность спецслужб, как вы оцениваете вот эту последнюю спецоперацию израильских спецслужб и вообще вот сам факт такое происшествие с этими пейджерами, не говорит ли он, что мы открываем вообще совершенно другую страницу в мировой войне, то есть что технологии становятся всё жёстче и сложнее и что скоро можно будет делать такие вещи, о которых мы даже сейчас и представить не можем. Это достаточно опасно. Но если взрываются пейджеры, почему телефоны не могут взорваться, почему ещё что-то не могут взорваться? Уже ходят шутки о том, что Моссад сказал, что пейджеры были на гарантии, поэтому готовы вместо старых выдать новые. В общем, да, операция прекрасная, особенно как старт, она деморализовала, выбила, парализовала структуру, поскольку выбиты ключевые фигуры, через которые шла связь, через которые шла оружие, информация, приказы. Это парализует систему, а ХСГБЛА все-таки это система, это не хаотичный набор одиночек. Вот у них переполнены больницы, то есть тоже сейчас в случае начались боевые действия и раненых некуда девать. Операция классная, нам бы тоже что-нибудь такое не помешало бы делать. И война сегодня выходит на новый уровень, война 24-го года даже на фронте, где все более или менее традиционно, но она отличается от войны 22-го года. Просто из-за роли дронов, из-за роли рэбов. Вот война 22-го года отличалась от войны 15-го, 16-го, 17-го, там, годов, тоже во многом отличалась. Все меняется, и такие операции спецслужб тоже очень сильно отличаются. Потому что мы же помним и по этой войне некоторые вещи, когда взрывались российские корабли, взрывались склады, падал самолет, и никто не мог сразу. Наши молчали, а россияне сами разводили руками, как, что случилось, что они сделали, чем. И потом, через полгода, мы узнавали, чем, собственно, был нанесен удар. Кирилл, если представить себе, что мы сегодня с вами обсуждали и дроны, и кабы, и все остальное, если все это будет оснащено искусственным интеллектом, вообще трудно себе представить, на какой уровень может война перейти. Сложно, очень сложно. Я общался и с Берлинской, и с Притулой на эту тему. Они вообще говорят, ну, они же, как бы, занимаются больше передовыми технологиями, они не возят снаряды. Что уже роботизированные комплексы все идут на передовую. Как бы мы еще посмотрим, мобильные, не мобильные. Любой не мобильный комплекс сейчас обречен ему жизни максимум полчаса. Потому что, опять-таки, прилетает добрый дрон и спрашивает, что ты делаешь. Поэтому все развивается действительно, и, наверное, скоро пехотинцы станут историей. Действительно, будет набито по окопам всякая техника. Люди будут все больше воевать, сидят за компьютером. Война все больше станет уделом умников. Тех, кто умеет что-то делать. Война в принципе это плохо, но, может быть, знаете, война, которая экономит человеческие жизни, это все-таки лучше, чем война, там, где люди в мясо превращаются. Война это однозначно плохо и в любом виде это плохо. Но мы же видим на своем опыте, что ты можешь десять раз не хотеть воевать, но в эти игры согласен не всегда и спрашиваем. Да, так и есть. Давайте поговорим о фронте все-таки. А что происходит в Курской области? Ну, потому что абсолютно разная публикация, разная информация, но ее немного. Может быть, вы что-то слышали. Ну, и на основных направлениях. Я здесь нахожусь. В Курской области идут очень активные боевые действия и вся информация я тоже иногда когда открываю, смотрю, которая кажется противоречивой, разной. на самом деле все правда, потому что ситуация, во-первых, она тут разная с разницей в 20 километров все меняется, а во-вторых, действительно, она в динамике, она меняется постоянно. И если утром люди смотрят не на карту там большую, а на свои подробные карты, видят вот это все вот перекошено, туда зашли, там, ну, условно говоря, дорога, по которой я ехал вечером, считалась сравнительно безопасной. Там иногда летают дроны, у меня индикатор в машине стоит, он пищит, мы видим разведчика, мы начинаем прятаться, мы видим, когда летит ланцет, когда кто-то еще летит, все это видно, но в целом, кроме дронов, туда никто не залетает, случайная ракета, по машине никто ее не пустит и не попадет. Я вечером по ней проезжаю, утром мне говорят, что по этой дороге возвращаться нельзя, но есть другая, которая была полностью заблокирована противником вчера, она уже наша, а на этой дороге вылетает группа в засаду, у дорог уже перехватывается. И у нас мы тоже самое делаем, и вечером, я смотрю, украинские каналы радостно разрываются, мы берем в котел 8 тысяч, мы их окружаем, ребята, мы хотим, конечно, взять их в котел и окружить, но они это тоже прекрасно видят, они не дураки, тут сценариев целая куча, вы смотрите на самые позитивные, дадите людям изряд надежды. Утром открываю, нас берут в котел, они пойдут вдоль границы и отрежут всю курскую группировку, нас здесь сожрут, это будет самое большое конечно будет, если они смогут это сделать, но мы это тоже видим. И клин, который сейчас идет нас отрезать, также легко перерезается и сам оказывается в котле. То есть тут настолько все быстро меняется, и по сравнению, ну как бы... То есть это болтовня, что там русские отжали уже половину территории в Курской области, это все болтовня. Они очень долго работали, вот до последней, даже не недели, до последней декады, они работали очень жестко в обороне, в активной обороне, и нас закидывали кабами, нас закидывали ракетами. Я иллюзий по поводу русских давно не имею. Но тем не менее, глядя, как они сносят свои кишлаки, ровняют с землей, свои же в Курской области, мы за них не держимся. Это было же... Мы не так наступали. Мы их окружали, мы их заставляли отступать, ну то есть не тратили столько ресурсов. Они именно ровняют с землей, то есть они бомбят Курскую область так же, как бомбят Донбасс, абсолютно одинаково. Причем они к этому относятся вполне спокойно, они идут на это осознанно, без горя, без сожаления. Они приняли решение, что эту область они ровняют с землей. Ну, Кирилл, это же... Где-то дней 10 назад они пошли в контрнаступ, такой сунули достаточно активно, но они крепили силы. То есть вот критично, как мы понимаем, ну опять-таки, анализ аналитиков, тут все зависит от качества подготовки, какие подразделения, какая боевая слава, джинность, армейское везение, как мы себя поведем. Но условно говоря, для полноценных действий против нас им нужно 50 тысяч здесь собрать. Для уверенности, чтобы нас вытеснять, нужно 1070. Кто-то говорит о 100. Ну, мы понимаем, что всех торопят и сверху в высоких кабинетах стучат кулаками по столу и орут мигом, быстро, до першего жовтня. Поэтому они собрали 3-35 тысяч и ломанулись наступать. Первые двое-трое суток они продвигались достаточно неплохо, вытесняя все эти ресурсы, кинув. Но потом все уже прошло не так хорошо и радостные вопли сменились воплями боли. Вот в это время мы, держась здесь, зашли с правого фланга очень неплохо. Вторая волна тоже попытка навязать нам затяжные бои. Мы ее проигнорировали, начали обходить, маневрировать, потому что мы в наступлении. Нам неинтересно увязнуть здесь и драться на одном месте. У нас тысяча дорог. Вот. Так что тут очень интересно, динамично развивается. Они перекинули сюда фактически все, что у них было из группы войск Север-Ленинградский военный округ. Это Курская, Брянская, Белгородская области. Кинули с Калининграда, с финской границы, с области, поснимали все подразделения. Как же так? Ребята так боялись расширения НАТО на восток, а у вас Финляндия и Швеция выступают в НАТО. Вот они, ваша граница, до Москвы, до Питера, всего ничего, и вы оттуда снимаете войска на 70%. Все в Украину. Так что не НАТО, они боялись, а Украины. Вот. Перекинули, кого могли, какие резервы. Что-то взяли с Купенска, что-то взяли даже с Торецка. Никого практически не брали с Покровского направления, потому что оно для них ключевое. Кого-то перекидывали с юга, в принципе, логистика у них работает. И кроме тех, что было, перекинули мобильные свои силы. Это 106-я десантная дивизия и многострадальная 155-я дивизия морской пехоты, бригада морской пехоты, Тихоокеанский флот. Очень известная бригада, мы ее называем бригадой Франкенштейн, потому что это ее третий состав. Первый состав закопали больше года назад под Угледаром, там больше 50, больше 60% было потерь. Реальных бригаду стерли, вывели, они набрали новый состав. Очень много людей положили на штурмах Торецка, там непосредственно мы, 41-я, с ними воевали. Очень тяжелый противник. Подготовленный, экипированный, то есть даже второй и третий состав их, все-таки это школа морской пехоты очень серьезная. Это и у нас элитные подразделения, и у русских. То есть надо, чтобы понять, они когда шли на штурм наших окопов, они не просто там нефилонили, там кто-то плит из бронек, но нет, они даже лестницы для окопов с собой тащили. И все это бодро, бегом, вот забежал, он в любом месте за тот раз поставил лестницу, и он у тебя в окопе за твоей спиной, за спиной твоего побратимы, которые держат два входа. Опасные, опасные, военные достаточно. Вот их перекинули и десантуру, они больше всего проблемы создают. И все зависит не только от количества солдат, но и от того, какие подразделения. Конечно. Но эта 155-я была под Торецком, она бы и сейчас штурмовала Торецкой, они могли уже выходить бы к констахе с такими ресурсами. Сейчас они связаны на Курске. А 106-я, скорее всего, была бы либо на юге, либо на приоритетном для них по Курскому направлении. Там еще пацанам не хватало этого. Стало ли лучше со строительством фортификаций вот укрепрайонов? Наташа, по Курске ничего не скажу, потому что меня тоже спрашивают у нас, у нашего подразделения немножко другие задачи. Мы вообще не... А не по Курску? По Запорожью очень мощно готовятся, по Сумщине я видел, готовятся мощно. Мы заезжали тут, общались с людьми. К счастью, вовремя подключились военные, потому что ребята строят укрепления на Сумщине на совесть, очень качественные. Но они строят их как гражданские, где они видят. И приезжает военный нормально и говорит, отлично, супер, СПшка, все, траншеи, бункера, вот отсюда я стреляю. Скажи мне, куда я отсюда стреляю? 50 метров в бугор? И они посыпятся мне на голову и стрелять-то не успеют. Все роем заново наверху. Вот, такие моменты есть. Да, серьезные укрепления строят, ну, ну, понимаешь, по самым ключевым местам я либо не знаю, либо нельзя. говорить это Курахово и Покровск. Поняла. Ну, и в финале спрошу, я же люблю задавать ему гуманитарные вопросы, как не только бывшему, но и настоящему политологу. Я видела у вас пост по Ивано-Франковску, по мовным патрулям. Как вы считаете, почему вот, ну, я не знаю, в разгар войны появляются такие, ну, прямо скажем, очень глупые, очень, я не знаю, противоречие любому здравому смыслу решения. Ну, зачем это? Кто-то хочет быть полезным. Если люди начинают активно заниматься политикой, этими темами, скорее всего, они проворовались в дребезге, надо отличить внимание. Я целиком за украинизацией, я спілкуюсь украинской мовы, хотя мой подраздел майже весь разговаривает о российской. Так склалося, как бы эти иллюзии не страдали. Они, не железные люди, да. Российская мова не воюет за Украину и воюет давно, и много, кто загинул. То есть, я целиком поддерживаю и квоты на мову в Этере, и вывески, обслуживание. Так, это государственная мова, так, это нужно. Мы иногда жартуем, русский знать надо, потому что пленных как-то надо допрашивать. Иногда, кстати, наши дилерсы чудесно под видом русских заходили. Русские, мы всегда смеялись, они не могут себя выдать за украинцев, поэтому на украинский ты всегда переходишь при поранении, при спилкуванне с пораненными, у темряви, когда не бачишь, ну, увидели, что свой, чтобы не было внезапно. Там доброплуд это, да. Да, чтобы божевские гранаты не получить внезапно. Вот такие моменты были. К сожалению, уже есть, уже мы сталкивались и на часике, сталкивались, в юге на Запорожье с диверсантами российскими диверсионными группами, диверсионными подразделениями, которые чудово разговаривают украинскую, поляныцах, ходят в пиксели и пытаются зайти в наши позиции. И были случаи, когда заходили и вырезали целую группу. Такие моменты. Вот почему я, ну, к мовным патрулям отнесся достаточно резко и сказал, ребят, слава богу, у нас здесь нет ни мовных патрулей, ни борцов с курением, ни борцов с пластиковыми пакетами, ни прочей херни борцов за гендерное равенство, за расовое равенство. В общем, всего этого у нас нет. В ДСУ территория свободы на ноль сети не доходят активисты-комсомольцы. Почему я против? У меня личная рефлексия. Я терпеть не могу доносчиков в любом виде. То есть кто-то, который пошел там, а там, там официанты курили, разговаривали по-русски. Меня сам факт. Я не поддерживаю официантов, которые говорили по-русски. Спилкуйся украинскую, ты на работе. Но доносчики меня всегда бесили. Они меня бесили в школе, они меня бесили на срочной службе в армии, в институте, на работе. Они бесят меня и сейчас. Они бесят, в принципе, всех. Их не любят даже начальство, которому они доносят. Ценит, премирует, повышает в званиях, дает награды, потому что они полезны. Но к ним относятся с презрением все. Я не люблю доносчиков в любом виде. Будь они в журналистике, будь они в общественной работе, будь они в таких ситуациях. Сам факт, вот это вот, бегать и стучать. Меня просто не воспринимают. Это загранили этики. Разделяю вашу нелюбовь доносчикам. Это всегда отвратительно и это никогда не мотивировано чем-то порядочным и человеческим. Есть доносчики, которые получают за это бонусы, есть просто идейные. Им нравится вот это вот. Да, да. Они чувствуются нужными. Это в основном российская болезнь, конечно, но, к сожалению, у нас этот вирус тоже в ходу. Не так сильно. Я надеюсь, что мы его и живем постепенно. Как и есть. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы там, за то, что вы воюете. Берегите себя и берегите своих товарищей. Спасибо. Саша, похвали мой телеграм-канал, пожалуйста. Буду очень благодарен. Друзья мои, читаю каждый день. Практически все мои знакомые читают телеграм-канал Кирилла. Он, мало того, что он очень информативный, я много нового знаю, но фантастическое чувство юмора у Кирилла. Ну, вы знаете, прекрасно это по эфирам. Поэтому идите вам туда и подписывайтесь немедленно. Спасибо большое, Кирилл. Спасибо большое. Все счастливо. Спасибо.